Друзья, привет! Сегодня май наступил! Наконец-то я буду в каждом взоре говорить, что происходит, чтобы вы знали, когда это мы снимали и не удивлялись зимой. Что это у вас зима такая теплая, владела столько, ничего себе, машины такие хорошие, зима такая теплая. Так и есть, но сейчас май. Поэтому я покажу вам принципиально новый и не такой уж-то абсолютно новый автомобиль. Один из самых моих любимых хэтчбеков Honda Fit в четвертом поколении. Встречайте, красавчик! Итак, что такое Honda Fit для тех, кто не знает, если еще остались таковые, потому что Honda Fit реально один из самых мировых хэтчбеков, который популяризовал этот класс в принципе. Я вообще, честно так сказать, хэтчбекам не то чтобы до этого момента относился, но немножко скептически. Я больше любил огромные автомобили, там седаны или универсалы, мне казались, потому что они более практичные. Но, тем не менее, показатели и наша внутренняя статистика, и вообще, если окинуть взором весь поток автомобилей, которые ездят по нашему городу, хэтчбеки преобладают. И вот этот красавчик один из популярнейших. Сегодня у нас четвертое поколение автомобиля. Первое его поколение появилось в 2001 году. Как Honda Fit, он известен нам по рынку Японии, Китая и Северной и Южной Америка. А в остальных странах, в Европе, в Океане и в некоторых странах Азии, эта тачка называется Honda Jazz. Поэтому, если вы полетите отдыхать в Таиланд, например, или где-то будете гонять по Японии, увидите Jazz и скажете, какой это не Jazz, а Fit. Это одно и то же. Друзья, а Vits там называется Vios, по-моему. Или Vios, или это Axio. Не помню. А, Vits это Yaris. Во, это у нас Yaris и Vits разная тачка. Короче, нафиг Vits. Сегодня у нас Fit. С 2019 года свет увидел четвертое поколение этого автомобиля. И сегодня наша задача разобраться, в чем же он отличается от прошлого лучше, хуже вообще. В чем отличие, что нового интересного добавили со следующим поколением самого популярного хэтчбека. Ну и давайте начинать. Внешка, друзья. Как всегда, начинаем с нее. Это первое самое очевидное кардинальное изменение по автомобилю. И тут мнения разделились колоссально. Кто-то говорит, что наконец-то он стал похожим на нормальный хэтчбек. Убрали вот эту спортивную вычурность, какие-то лишние угловатости, потому что это не спорт, не спорт, не спорт. А кто-то говорит, что за обмылок получился. Где вот эта вот спортивная брутальность, пацанская оригинальность и так далее. Тем не менее, имеем, что имеем. На самом деле, может быть, это вопрос времени, и к этой внешке нужно просто привыкнуть. Но я, наверное, все-таки отнесу себя к той половине, которой больше нравится прошлое поколение. Мне даже нравится позапрошлое поколение. Если взять еще RS, поставить симпатичные катки. Кстати говоря, третье поколение, а, получается, второе. Второе поколение вообще относится, не то чтобы относится, считается одним из самых прочных хэтчбеков. То есть, они там чуть-чуть гниют, конечно, есть у них небольшие недостатки, но, тем не менее, они очень живучие. У меня, например, брат проехал через всю Россию на фите второго поколения. На 1,3 поменял только колодки, по-моему, пару раз. В общем, и все. Я к чему? К тому, что угловатости у второго и третьего поколения, которые придают спортивные нотки этой тачке, они мне лично симпатизировали. И из достаточно такого среднестатистического неприметного автомобиля вот эти вот уголки делали что-то выдающееся, спортивное. Если еще нарядить в нарядные колеса, поставить обвесики, пушка. Здесь этого всего мы лишены. Хотя, лишены, лишены. Мы лишие. Здесь мы лишие. В лесу. Короче, что имеем? Я так скажу, чем-то напоминает он Toyota Vitz очень сильно или VITZ, если хотите, более гоночно. Убрали выдающийся вот этот нос острый. Фары сделали широкими, круглыми. В самой простой комплектации, которая называется Basic. У нас не будет вот этих вот линз, не будет диодных полосок. Он будет вообще просто с хрусталем, да, внутри. Под хрусталь сделанными стандартными самыми фарами. Выглядит максимально просто, максимально дешево и, соответственно, столько же и стоит. Вот. Есть версии. Вообще всего 5 комплектаций у нового FIT. Это Basic, это Home комплектация, как у нас. Есть еще Ness, Cross, Cross Star называется она правильно, и Lux. Вот, естественно, Lux самая старшая. Cross это что-то напоминающее Aqua кроссовер, да, на прикольных фендерах. Что можно сказать о борту? Вообще есть смысл разговаривать о борту хэтчбека, друзья. Это просто фит. В целом особого ничего не поменялось. Из того, что бросается в глаза, это огромных размеров форточка, да, отделенная от ветрового стекла. Вот таким вот пластмассовым молдингом. Да, и внутри просто будем салона смотреть, покажу, как будто выглядит, как будто реально каркас безопасности. Просто какую-то трубу привалили здесь и огромный световой зазор, можно так сказать. В общем, огромная форточка обеспечивает дополнительный, во-первых, обзор, да, что немаловажно, потому что безопасность превыше всего. А во-вторых, реально через нее просто попадает больше света. Вот, и еще, да, один интересный момент, это вот такой вот лючок бензобака. Посмотрите, какой стилевой формы. Вот это, наверное, действительно одна из немногих вещей, которые мне в этой машине нравятся. Просто потому что интересно. Вот такая вот штука огромных размеров в аккурат закрывающаяся к стоп-сигналу. Класс, класс. Ничего вроде бы особенного, но прикольно. Вот это, Хонда, вот это может. Хотя, на самом деле, Хонда один из немногих концернов, кто реально собирает фокус-группы, то есть собирает людей из разных сословий, да, и спрашивает, что бы вы хотели увидеть в новом ФИТе. Видимо, в новом ФИТе они хотели увидеть вот такое. Давайте посмотрим сзади. Что сказать по задней части? Ни на что не похоже. Вот мы сидим, думаем, на что похоже. На Nissan Tyrano новый. Вот это вот убожество, которое Nissan Duster выпускает под названием Nissan Tyrano. Зачем-то Nissan Duster? Renault Duster под названием Nissan... Короче, ничего безобразного, но и шокирующего, красивого, прекрасного тоже здесь нет. Возможно, если бы был бы немножко там выдающийся спойлер назад, или ночью я бы смотрел, да, видел, как эти диодные полоски горят, она бы мне прям приглянулась. А так, ну, в принципе, нормально. Нормальный городской хэтчбэк. Друзья, две немаловажные детали. Это размер колес и дорожный просвет. Тачки у нас бывают вот в таком облике переднеприводными, либо полными, да, как и все, в принципе, поколения ФИТов. У полноприводных дорожный просвет будет составлять 150 миллиметров. И для вот такого размера хэтчбэка это отличные показатели. У переднеприводных вариантов 135 миллиметров. И уверяю вам, для ваших потребностей, если вы рассматриваете себе хэтчбэк и не ездите на нем в лес, 135 миллиметров это огромный клиренс. У нас сегодня 15 размер. На комплектациях постарше вы можете увидеть шестнари. Ну и на совсем жирных версиях литишка может быть всяким разным. Можно хоть и девятнашки засунуть, но семнашки, я думаю, встретить тоже можно. Пойдем глянем техничку. Чехничечка, друзья. Чехничечка у нас конкретно в сегодняшнем варианте осталась той же самой, что была и в любимом вашем ГК-3. Версия с двигателем 1.3 на вариаторе на переднем приводе. Точно такую же вы можете получить и полноприводную с моторчиком 1.3. Старый добрый L13. Не тот L13, который был на первых двух поколениях фитов. Двух ли? Или на втором только? Короче, когда ставилось по две свечки на горшок. Это чудесная технология. С двойным воспламенением. Поставили гибрид в тачку и забыли про две свечи. Потому что покупать 8 свечек, но опять же, если мы говорим про свежий автомобиль, то вы с этим, возможно, не столкнетесь никогда. В общем, здесь по одной свечке на цилиндр. Голову себе ерундой. Не забывайте, мотор простейший, надежнейший. И самое главное, он дешманский. Сейчас я не знаю, сколько он стоит, но вот у меня реально друг поменял. L15 там был обычный. То же самое, только полторашка. Во втором поколении фита за 10 тысяч рублей. Контрактный мотор купил за 10 тысяч рублей. И то он купил его из-за какой-то фигни, которая отдельно стоила дороже. В общем, так можно охарактеризовать практически любую техническую составляющую у Хонды. Кроме, соответственно, роботов. Где у нас муфта. Грубо говоря, корзина со сцеплением, которая и имеет свойство изнашиваться. Особенно, если вы не знаете, сколько пробег прошла ваша тачка. Возможно, придется сотню за это дело вывалить. Во всем остальном, машины беспроблемные. Теперь к изменениям. Если вспомнить еще раз, третье поколение. У нас были варианты. Либо 1.3 передний, либо полный привод. Либо бензиновая полторашка. Да, всеми любимый RS туда же входящий без гибрида. Либо две гибридные версии. Передние, либо полноприводные, которые работали в паре с роботом. Штука на самом деле классная. Просто нужно знать, как с ним обращаться. Зато это один из самых продуктивных видов трансмиссии. Где меньше всего потерь при передаче момента с одного узла на колеса. Короче. В этом поколении гибридные версии остались. Но, во-первых, они на вариаторе. А во-вторых, здесь технология ЕХЕФ. ЕХЕФ. Будь здоров. Вот так можно говорить. Короче, та же самая штука, как на новых цивиках, на инсайтах, на свежих аккордах. Связка из двух электромоторов. Один из них вырабатывает электричество. Второй крутит колеса. Вот. 98 лошадиных сил также осталось у бензинного двигателя. 80 киловатт. Да. 127 ньютон метров вырабатывает электромотор. В общем, на той тачке можно реально двигаться конкретно на одной электротяге. Да. Пока батарейка не сядет, можно двигаться в паре. Мощности просто завались. Полноприводные версии также есть. И это очень качественно отличает от Toyota. Хотя, почему? У Toyota же тоже есть теперь полноприводный Prius. Но только Prius. Вот Prius есть почему-то полноприводный. А такой замечательной машины, как Toyota CH-R, гибридных, на полном приводе нет. Хотите полный привод, берите Turbo 1.2. Все. В целом, здесь все так же просто. Бояться абсолютно нечего. Никаких страшных изменений. О, господи, они засунули сюда этот дизель-генератор какой-то. Нет, ничего нет. Все четко, можно брать смело. Пойдем в салон. Прежде чем мы расскажем про салон, хочу еще раз напомнить, какие комплектации у нас представлены в этом поколении фита. Самая простая называется Basic. У нас алюминиевые диски, алюминиевые, стальные, ну как штамповки старые добрые, да, на колпаках. Точно так же, как и в нашей версии. Самый простой вариант, без мультируля, без кожаных вставок и так далее. В версии Home у нас появилась дополнительная отделочка сидений, да, можно сказать комбинированный. Хоть и здесь кожи кот наплакал, но наплакал, тем не менее. В комплектации Ness у нас идут уже литые диски и у нас идет водоотталкивающая. Обивка сидений. Как будто вы по болотам на нем ездите, собрались на фите, этом я не знаю. Но, тем не менее, это прикольно. Это прикольно, когда мокрой жопой, грубо говоря, кто-то сел. Вот, сидушка просто салфеткой протер и все, это придется сушить. Хотя, часто вы сушили сидушки в машине у себя. В общем, есть комплектация, называется Cross Star, которая у нас имеет немножко другой внешний вид. Расширенные фендера, тоже там несколько вариантов по отделке салона. В общем-то, некое подобие действительно того, что Toyota делает в Aqua Cross или Aqua X Urban. И самая жирная комплектация называется Lux. Там у вас будет и кожаная обшивка сидений, и литые диски, и туманки, и всякие-всякие кнопочки на руле. Нормальный кожаный руль, подогревы, все, что хотите, и в самый жир, естественно, есть. Это как S, это что-то среднее между L и S в третьем поколении. Вот, у нас вторая по меньшинству, вторая по старшинству. Ну, вообще, вторая снизу комплектация, называется она Home, с диодными полосочками. У нас простой руль, но, тем не менее, с кнопочками, да, мультимедийный. Вот, давайте пробежимся вообще, в принципе, по салону. Посмотрим, что у нас не так, как там. Селектор, в принципе, остался похожим, да, если брать не гибридные версии. Ну, естественно, там новых кожухов добавило. Кто смотрел обзор на Honda Vezel, сразу обратил внимание, что салон здесь, в принципе, идентичный. Honda не будет изобретать один и тот же велосипед два раза. У нас изменилось управление климат-контролем. Здесь нет вот этих сенсорных кнопочек, которые мне были, например, неудобны, да, потому что приходилось смотреть, куда тыкать и на ощупь не ткнешь. Прикольные крутилки. Все простенько, строго, но в то же время со вкусом. Лично мне по душе. Хотя, на первый взгляд, иногда, может быть, выглядит простовато. Ничего лишнего у нас. Подогрев заднего стекла, управление климат-контролем и все, здесь ничего нет. Здесь у нас стандартный магнитофон Gators, которым комплектуются практически все Honda. Достаточно стилевые, я скажу, да, прикольно расположенные решетки. Те же самые подстаканники, что на прошлом поколении, да. Из вот этих дизайнерских решений у нас белые вставки на руле, на окантовках подстаканников и вокруг селектора. Обратите внимание на отсутствие всякой консоли в нашей версии. Хотя, действительно, да, здесь есть рейлинги. Наверняка сюда можно установить какой-нибудь подлокотник. Естественно, у нас электроручник с функцией брэк-холл, да. Это удержание машины ручным тормозом при трогании на подъемах. Очень классная штука. Особенно актуальна была во времена хондовских роботов. Вот. Что еще мне понравилось? Во-первых, вот эта вот вставка, да, кожаная, мягкая, которая реально спасет вас, если вдруг подушка не сработает. Шутка, конечно, но реально прикольная, функциональная. И мне понравилась прорисовка приборной панели. Она колоссально отличается от прошлого поколения. Здесь у нас полностью цифровая приборка. А в целом-то и все рассказывать особо не про что. Вы думали, я тут буду нифига какие опции, нифига не поменялось. Во-первых, потому что все совершенное, возможно, уже и было достигнуто. А во-вторых, потому что это хэтчбэк эконом-класса. Не надо писать, что да, бф, у BMW это вообще, бам, все друг, да куда BMW? Мы сейчас дойдем до цены, и вы поймете, о чем речь. Поэтому здесь самое главное сочетание простоты и доступности. Вот, опять же, именно для этого японцы делают разнообразие комплектаций. Хотите пожирнее, возьмите люкс, да, хотите ездить в лес, думать, что вы ездите в лес, да, возьмите кросс-стар. Хотите попроще, возьмите хоум или нес, или базовую комплектацию, и все остальное докупите себе сами. Ребята дают нам выбор. Вот, кстати говоря, вот эти штуки, о которых я говорил, реально снутри похожи на две трубы. Но зато обзорность просто шикарная. Хоть вы и по-прежнему не видите передний угол капота, да, но, тем не менее, все вот эти вот боковые зоны просматриваются отлично. Сходу самая крутая фишка, за которую мне очень сильно нравятся фиты. Во-первых, потому что, в принципе, вот сюда под заднюю часть можно положить еще багаж. При том, что, вспоминаем, это хэтчбэк. Мало того, он один из самых просторных хэтчбэков в принципе. Так еще и вот место для дополнительного хранения груза. Вот оно готово найти. Все то же самое можно сказать про любой автомобиль на базе вот этого фита. То есть это шаттл, это вязель, ну вы понимаете. А во-вторых, друзья. Та-дам! Делай раз, делай два, делай три. И дополнительно велосипед еще сюда можно зафигачить. Хотите козу, это ваши проблемы, но сюда лучше велосипед. В общем. Или, пожалуйста, да, засунули сюда каким-то образом стиральную машину, любимую вашу, и едете с ней. Да, второе место можно снять. Опять же, все это дело раздельно. Все это дело удобно. Помимо того, вы можете естественным образом, да, сделать себе, ну, почти что ровный пол. Ночевать в нем неудобно, но возможно. Если вдруг вас выгнали из дома, а у вас с собой только ключи от вашей любимой Хонды. Я бы даже так не делал. Я бы просто раскинул вот сюда, подвинул сидушки, ноги вот сюда накинул и храпака бы даванул. Места здесь все так же дофига сидеть может абсолютно любого размера человек. Ну, естественно, да, с ума-то не сходите, да, в разумных пределах огромный человек. Но, в общем, у меня запас еще есть. Так что, если до двух метров ваш рост, вы можете ездить на этой тачке сзади вообще не напрягаясь. О, багажник, смотрите, тоже огромный. Во-первых, я уже показывал вам, да, что сидушки складываются. А во-вторых, тадам, убрали вот эту поролонку, запиндорили сюда ваше любимое запасное колесо. И прокалывайте себе колеса, хоть запрокалывайтесь, но рекомендуем этого не делать. В Японии тоже так никто не делает, поэтому в стандартных комплектациях у вас вот такой вот компрессор. Компрессор. And вот такой вот клей, гель для лечения ваших дыр. А вообще, я бы рекомендовал купить набор, да, стандартный со шнурками. И если даже вы девочка, не можете с этим справиться, остановили. Если в нашем городе, во всяком случае, у нас точно все помогут. Набор, да, со шнурками, который поможет вам залечить обычный прокол в дорожных условиях. А, и багажник, не посмотрели. Багажник нормальный, обычный багажник. Друзья, что рассказывать про багажник? Точно такой же, как и до этого был, как и еще до этого был, и как и, в принципе, во всех остальных хэтчбеках. Как минимум, он есть, а как максимум, пожалуйста, раскладывайте. Два кресла. И погнали на моря. Поднимаемся в гору. Давлю газ. 98 лошадей куда-то от меня прям сбежали только что. Ну-ка, еще раз сейчас надавлю. Опля. А, нет, надо было просто подождать немножко. Это все... О, пожалуйста. Кстати говоря, я всегда хвалю систему Honda Sensing, да, которая у нас предупреждает о препятствиях на дороге. Фиксирует дорожные знаки, да, говорит, что 50 километров там был знак, ты, пожалуйста, притормози-ка, дружище. Все те же самые опции активной безопасности, да, предотвращения столкновений, контроль полосы, прочая ерунда. В общем, как работает это в Хонде, мне нравится больше всего. Вот, хотя в целом они все уникальны, все одинаково, хотел сказать, наоборот. Пока едем тихонечко по асфальтированной дорожке, что хочется отметить. Да, фит это фит. Кто вот ездил хоть раз на фите, он знает, что по управляемости это тот же самый старый добрый Civic. Рулежка шикарная, машина откликается на руль идеальнейшим образом. Естественно, никакой там суперлюксовости, даже от супер жирных комплектаций ждать не приходится, потому что все равно это хэтчбэк эконом-класса. Если сопоставить цену с качеством, друзья, то сочетание получается отличное. А шумоизоляция, которая, в принципе, во всех японских хэтчбэках, ну, если не брать премиальный хэтчбэк Lexus CT200, ее во всех хэтчбэках не хватает. При том, что чем свежее поколение, да, по-моему, тем ее меньше становится. Опять же, друзья, это дело наживное. Вот, уверяю, что гибридная версия доставила бы нам намного больше эмоций, потому что там отличный крутящий момент, который дает нам электромотор, да, 80 кВт. Здесь его не хватает, у нас просто 98 лошадиных сил, но, тем не менее, машина незаметна для вас, разгоняется очень достойно. Не гонка, конечно, не гонка. Кто любит погонять, друзья, добавьте гибридные версии. Здесь, кстати говоря, у нас вот этот сенсинг Honda активный, он меня обратно в полосу возвращает. Так что заскучать вам не даст. Поэтому будете перестраиваться, включайте поворотники, друзья. Да, и, в принципе, все. Примерно то, что я от этой тачки и ожидал. Мне просто сегодня человек по телефону сказал, что да мне не важны вот эти ассисты, всякие там удержания в полосе, оно у нас все в нашей России не работает. Не знаю, в какой России, потому что он с Владивостока звонил. У нас в Владивостоке все работает. Я на каждой, наверное, марке поездил. На каждой это дело ощутил лично на своем примере. И скажу, что все работает. Многие из этих систем я бы подключал, но некоторые реально спасут вам жизнь в сложной ситуации. Так что все не зря, все не зря, друзья. В общем-то, друзья, новый, очень сильно новый и не так уж то и новый Honda Fit мы посмотрели сегодня. Кое-что поменялось. Кое-что поменялось очень сильно, да. А самое основное это осталось все. Потому что японцы давным-давно уже добились вот этого идеального компромисса между доступностью, практичностью, эстетикой и функциональностью. Ничего себе, как я ловко перечислил практически все достоинства вот этого хэтчбека. Поэтому меняют лишь радость для ваших глаз. Об этом спорить, я думаю, бессмысленно. Потому что внешка это вопрос вкусовщины. Всегда было, будет. И я предлагаю, друзья, просто проголосовать. Кому понравился новый облик фита, вы, пожалуйста, напишите мне понравился новый облик фита. Кому не понравилось, пишите говно. Но прошлый был намного круче. Вот. Не скажу я ничего плохого про эту тачку. Но внешне, конечно, прошлый кузов мне еще симпатичнее. И, возможно, это дело привычки. Цены, друзья. Вот этот красавчик с пробегом 11 тысяч километров. Оценкой 4,5 балла. И замечаниями, которых не существует. Да, единичка. Где-то B1 у нас здесь. На этой двери. А, ну, вон она есть. Маленькая, маленькая, маленькая какая-то царапина. В общем, 1 миллион 300 тысяч рублей. При том, что человек из, если не ошибаюсь, из Кургана, в общем, западной части России, рассматривал себе к приобретению ГК-3 Fit. Это прошлое поколение на том же самом переднем приводе с двигателем 1.3 литра. В бюджет миллион 100, по-моему, они рассматривали. Чуть-чуть не хватало на хороший вариант. Но они рассматривали жирные комплектации. И он решил добавить и взять уже следующее поколение. Сразу про запас, чтобы ездить на максимально новой тачке еще как можно больше лет. Я считаю, это классное решение. В общем, 1 миллион 300 плюс-минус эта машина обошлась. Если не гоняться за пробегом 11 тысяч, можно выхватить сейчас. Курс еще подупал. Напомню, у нас середина мая 2023 года. Можно выхватить чуть-чуть подешевле. Все зависит, друзья, от ваших хотелок. Хотите гибридную версию до полутора миллионов? Тоже можно выбрать. Варианты есть. Единственное, что пробег в этой ситуации наш друг. Чем больше пробег, тем ниже цена, соответственно. Но хуже оценки мы никогда не настаиваем брать. Но вот таких машин, которые стали только в 2023 году проходными, они, в принципе, продаются на внутреннем рынке, продавались с 2020 года. В общем, мало машин, которые накатали уже хотя бы тысяч по 50. Хочется еще вспомнить о любимом, втором моем любимом хэтчбеке. Это Nissan Note E-Power. Который в 13-м кузове, в принципе, весь уже E-Power. Они все идут на технологии последовательный гибрид. Когда в 12-м кузове это была опция, да, то есть комплектация на выбор. Сейчас они все сделали гибридными. При том, что там самая классная гибридная версия последовательного гибрида. В том же самом практически поколении. Внешне даже тачки чем-то похожи. Тоже, ваше внимание, версия достойная. Есть передний, есть полный привод. Ну, ВИЦы я особо не рекомендую. Не в том плане, что они плохие. Просто почему-то они менее популярные. Наверное, потому что у Toyota есть такой прекрасный гибридный хэтчбек, как Toyota Aqua. Опять же, чем-то напоминает, да, Fita. Хотя она намного меньше, но популярнее. Во-первых, потому что Toyota. А во-вторых, там точно так же есть и кроссовая версия, да, которая называется Aqua Crossover. Классно? Классно. Так что, друзья, не забывайте, что выбор есть для каждого. И, возможно, где-то там, в Японии, уже ездит ваша будущая малышка. Подписывайтесь на наш канал, если еще не подписаны. Ставьте лайки. И до новых встреч. Компания «Сфера Кар» предоставляет полный комплекс услуг по подбору, доставке, растамаживанию и отправке по России автомобилей с аукционов Японии. Компания «Сфера Кар» – ваш эксперт в выборе качественного автомобиля.